Добрый день, мои дорогие зрители! Сегодня я с вами готовлю раствор для наших томатов, чтобы они были здоровыми и обильно плодоносили. У нас часто бывают дожди, а как известно дожди и засуха – это стресс для растений. Огурцы, томаты, перцы и баклажаны чувствительны как к засухе, так и к сильным осадкам. Сегодня я в ужасе заметила, что некоторые кусты томатов выглядят увядшими. Листья на некоторых желтеют и опадают, а на других – и вовсе отсутствует цветение. Спасать свои томаты я буду внекорневой подкормкой, это обработкой по листьям. Основным преимуществом внекорневой подкормки является быстрота воздействия любого удобрения на растения. Поэтому она применяется прежде всего, когда надо срочно спасать растения. Я заметил, наилучший и быстрый эффект достигается при использовании борной кислоты и эпидемии. Эта удивительная смесь способствует повышению иммунитета растений, укрепляет их сопротивляемость к неблагоприятным условиям, таким как холодное лето, обильные дожди, или наоборот жара и засуха. Она также улучшает обмен веществ и способствует лучшему усвоению питательных элементов из почвы, моими помидорчиками и огурчиками, это именно то, что мне нужно немедленно. Для приготовления раствора я использую 2 грамма борной кислоты, что соответствует половине чайной ложки, на 10 литров воды. Растворяю ее в горячей воде, например, в пол-литровой банке, хорошо перемешиваю до полного растворения и выливаю в 10-литровое ведро с водой. Туда же добавляю 1 мл эпина, то есть одну ампулку. Хорошо перемешиваю и выливаю в бак, обрабатываю в вечернее время томаты и огурцы. Опрыскиваю по листьям, по стволикам и по соцветиям. Для обогащения раствора в баковую смесь можно добавить 2 столовые ложки нашатырного спирта. Если нет эпина, то его можно заменить на янтарную кислоту, которая способствует в регулировании и стимулировании роста растений, повышении синтеза хлорофила, укреплении иммунитета. Ускорение роста растений, формирование и вызревание плодов, улучшение обмена веществ. Порошок янтарной кислоты весом 1 грамм разводим в пол-литровой банке горячей воды и выливаем в ведро с раствором борной кислоты. Эпин не только стимулирует развитие растений, но и действует на иммунную систему. Он повышает сопротивляемость к заболеваниям, помогает легко перенести стресс. Что ожидать от такой подкормки? Цветов будет больше, завязей будет больше, а значит и урожая будет больше. Только поторопитесь, чем раньше вы обработаете цветущие томаты, тем больше пользы принесет подкормка.